приветствую друзья я виталий портник новый министр иностранных дел германии аннелена бьербок отказалась отвечать на вопрос о возможных поставках оружия для украины для того чтобы эта страна могла более эффективно сопротивляться возможной и российской агрессии как известно до формирования нового немецкого правительства и лидеры партии зеленых а именно ее кандидатом на пост федерального канцлера была аннарина бербок и лидеры свободных демократов это еще одна партия которая вошла в правительственную коалицию с зелеными и социал демократами не исключали возможности поставок вооружений в украину и в этом смысле их позиция значительно расходилась с позиции двух партий которые составляли тогда большую коалицию в германии христианских демократов тогдашнего федерального канцеля ангелы меркель и социал-демократов которые и выдвинули на новых парламентских выборов своего кандидата на пост федерального канцеля олафа шольц и вот сейчас мы видим даже не изменение позиции зеленых а то что новая министра иностранных дел старается просто не затрагивать вопроса который очевидно может разделять представителей и правящие в германии коалиции уже приходилось говорить о том что новое немецкое правительство сорвали партии у которых диаметрально противоположная позиция относительно многих принципиальных вопросов внешней политики вопрос поставок оружия украине это один из таких вопросов социал-демократы всегда настойчиво выступали против таких поставок и утверждали что в случае если поставки начнутся то германия лишится своего статуса посредника в нормандском парвате и уже не может выглядеть как беспристрастные участник дискуссий однако как видим сейчас зеленым ну и вероятно свободным демократам лучше вообще не форсировать вопрос который может вызывать раздражение старшего партнера по колец социал-демократам принадлежит должность федерального карты еще один принципиальный вопрос который разделяет социал демократов свободных демократов и зеленых это вопрос о будущем российского энергопроекта северный поток 2 как известно российский президент владимир путин задумал концепцию обходных газопроводов для того чтобы энергетически изолировать украину и создать для себя возможности для оккупации этой страны без серьезных материальных потерь для российского акционерного общества газпром этого путинского кошелька однако социал-демократы никогда не хотели замечать политические составляющие этого проекта и активно лоббировали постройку и северного потока и северного потока 2 когда соединенные штаты ввели санкции против северного потока 2 именно социал-демократическое правительство северного рейна вестфалии создала фонд для того чтобы помогать и фирмам которые будут страдать от американских санкций в случае если будут участвовать в этом антиукраинском и по сути антиевропейском проекте у свободных демократов всегда было негативное отношение к северного потока 2 а зеленые вообще утверждали что газопровод не нужен германии не с политической не с экологической точки зрения сейчас сторонам которые находятся в новом и невецком и правительстве пришлось прийти к взаимопониманию относительно северного потока 2 они согласились исключительно с тем что вопрос сертификации этого опасного для европейского и украинского будущего проекта это вопрос исключительно европейской компетенции как известно немецкий регулятор к счастью не может самостоятельно решить вопрос о том как будет загружен газопровод северный поток 2 и будет ли он работать вообще для этого необходимо согласие европейской комиссии однако новое немецкое правительство если вспомнить что главой представляется социал-демократический канцер может вполне лоббировать немецкое представление о том как должен работать газопровод и в этом смысле добиться тех результатов на которых рассчитывают сторонники его работы и разумеется опосредован что тут не говори сторонники энергетической изоляции украин ну и вот теперь оружие аналина бербак считают что самое главное для нынешней ситуации в конфликте между россией и украины это достичь деэскалации однако возникает вопрос а каким вообще путем достигается деэскалации неужели исключительно вопрос деэскалации состоит в вещеваниях которые западные политики адресуют российскому президенту владимиру путину и его ближайшему окружению но мы видим что и путину и лаврову и шойгу и другим участникам российского политического проекта плевать на западную вещевание они совершенно уверены что запад не может жестко ответить на их стремление вернуть нынешнюю российскую федерацию в границе бывшего советского союза и возобновить существование россии в качестве человеконенавистнической империи которая самим фактом своего существования пугает весь остальной и мир с 2014 года у россии было достаточно возможно для того чтобы адаптироваться к западным и санкциям бить готовым к новым еще более серьезным решением европейского союза и соединенных штатов да возможно эти решения ударят по российской экономике однако это будет проблема простых россиян которые как мы видим не способны к реальной борьбе против своего режима более того многие из них активно поддерживают агрессивную политику путина не случайно же рейтинг российского президента поднялся до небес именно после оккупации крыма именно после того действия которое в любой цивилизованной стране должно было привести к краху власти однако россияне отреграгировали совсем иначе я бы сказал в традициях не 21 кого-нибудь 18 века еще раз напомню в каком глубоком прошлом находится российская федерация а что делать с обществом которое находится в глубоком прошлом и не замечает как выглядит цивилизованными очевидно что такое регрессивное деградирующее общество может понимать только проблему реальных потерь и вот в этом случае придется вернуться к вопросу о поставках оружия украины если в россии будут понимать что в случае нападения на украину в обратную сторону в сторону российской федерации пойдут длинные вереницы гробов и вместо новогодних застолий и будут обсуждать вопросы похорон ну тогда разумеется в кремле задумаются стоит ли нападать на украину и может быть легче ограничиться энергетической и политической дестабилизации этой страны тем более что и для этого владимир путин с другими представителями российского хвоста прилагает огромное количество усилий а если окажется что украина совсем беззащитно что нападение на нее окажется парадом для российских вооруженных сил что никаких серьезных жертв среди российских военнослужащих не будет а жертвы среди украинских военных и среди украинского мирного населения не в счет потому что в россии не принято вообще обращать внимание на чужие жизни чужая кровь для российского агрессора что водиться вот тогда разумеется никакой деэскалации не будет а будет реальная война в которой окажутся втянуты и страны европейского союза и страны западного мира в целом и вот такую войну необходимо предотвращать они утверждать что де эскалация это исключительно вопрос разговоров и угроз в адрес российского руководства спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписанного и социальные сети на канал патреоне который помогает развести проекты удачи и с наступающими